В эфире Первого Карагандинского новости в студии Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Защитник Селика Ахметова просит судью, чтобы свидетели были обращены лицом к залу. В результате массовой драки в Лутавском районе пострадали 6 строителей. Жители Киев-Кануринского района требуют справедливости. Родные и близкие осужденных, экс-полицейских не верят в их виновность. У защитника Селика Ахметова появились нарекания к организации судебного процесса. Очередное заседание сегодня началось с ходатайства Георгия Матвиенко. Адвокат попросил, чтобы допрашиваемые люди были обращены лицом к залу. Это позволит защитникам лучше видеть их реакцию на те или иные вопросы. В мимике будет видна реакция на поставленные вопросы, что поможет выбрать правильную тактику при допросе. И таким образом в конечном счете будет способствовать эффективному и полному исследованию обстоятельств дела. К вопросу организации судебного процесса защитник Селика Ахметова подошел основательно и даже выступил с конкретными предложениями. Георгий Матвеенко спросил у судей, как можно установить трибуну для того, чтобы выступающие за ними были обращены лицом к максимальному количеству участников процесса. Если исходить из равенства сторон, что предусмотрено действующим законодательством, то почему бы трибуну не поставить рядом со сторон прокуроров, благо место позволяет, я уже сейчас все это замуляю, либо почему бы не поставить трибуну спиной к грамм прокуроров. Таким образом, находящиеся за ней, путем поворота головы, могут обращаться как к судье, так и к более чем к 50 участникам процесса. Отметим, что в данный момент трибуны для допроса свидетелей расположены в зале суда таким образом, что выступающие за ними обращены лицом к судье, боком к гособвинителям и спиной к залу. В процессе участвуют более 50 человек, в том числе и адвокаты по делу, в котором фигурирует 21 подозреваемый. Такая организация процесса, по словам судьи, обусловлена типовыми правилами. При этом он пошел навстречу и удовлетворил ходатайство защитника. На сегодняшнем заседании допросили бывшего работника компании «Евростандарт». Прокуроры интересовались, какое отношение экс-аким Карагандинской области, Баужан Абдишев и его заместители имеют к производству тротуарной плитки в Караганде. Напомним, в Караганде проходит судебный процесс по делу Серика Акметова и других бывших чиновников. Уголовное дело состоит из четырех томов. С 10 по 13 августа прокуроры зачитывали обвинительное заключение, а после начался допрос свидетелей. Как сообщалось ранее, потерпевшие не смогли дать внятных показаний против экс-акима Абдишева, который также является фигурантом громкого дела. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Массовая драка строителей произошла в Улутаусском районе Карагандинской области. В результате беспорядка шесть человек направлены в больницу города Жизгазган. К счастью, пострадавшие отделались небольшими ушибами и повреждениями. Всего пострадало шесть человек. Их тут же доставили на скорой помощи в больницу. Их сопровождал участковый инспектор полиции. Никаких тяжелых пострадавших среди них нет. Массовая драка произошла пару дней назад на одной из строек Улутаусского района. Разбушевавшихся строителей еле как остановили. Около десяти взрослых мужчин буквально вцепились друг к другу в воротники. Некоторые орудовали палками. Сейчас выясняется причина беспорядков и ведется расследование. По факту групповой драки, имеющей место в Улутаусском районе Карагандинской области, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Астан. Сотрудниками полиции все участники событий задержаны. Обстоятельства выясняются. Родственники троих осужденных инспекторов полиции Нуринского района борются за справедливость. По их словам, бывших полицейских осудили несправедливо. Их приговорили к трем годам лишения свободы за якобы избиение Николая Синявина. При этом свидетели, проходившие по этому делу, утверждают обратные. В ситуации разбиралась Аима Марина. На встречу с журналистами собрались родственники и близкие осужденных полицейских Нуралы Бегмбаева, Махсата Байтулеова и Ерика Танцхбаева. Также пришли свидетели по данному уголовному делу, которые ранее дали показания против подозреваемых. Теперь двое из них от своих слов отказываются. Говорят, со стороны прокуроров оказывалось давление. Каратаев и Ахметов, замначально прокурора, допрашивали меня как свидетели. На суде они меня сделали потерпевшим. На каком основании они меня сделали потерпевшим, они не объяснили мне этот факт. Факт, они мне сказали, будешь подписывать, не будешь подписывать, нам без разницы, нам нужно показать. Теперь уже экс-сотрудников правоохранительных органов обвинили в избиении жителя соседнего села. Каждому из них дали по три года тюрьмы. Николай Синявин обратился в полицию с заявлением о том, что трое полицейских пытали его деревянной дубинкой несколько часов подряд. Однако друг потерпевшего утверждает обратное. Синявин утверждает, что 25-го числа я был тут в селе Ахметаула, видел, как сотрудники инспектора милиции избивают его. Что я заходил, выходил из кабинета и видел, как они его пытают. Но этого не было. Прокуратура защищает Синявина. Жительница села Майоровка Жанел Кусеинова в виновность полицейских тоже не верит. Один из инспекторов Нуралы Бегамбаев когда-то, не будучи ее родственником, жил у нее дома. С того дня, как его назначили, он жил у нас. Я его знаю как порядочного человека. По-моему, его подставили. Также все остальные по этому делу просто стали жертвами произвола. В областном суде по данному факту пояснили, что решение можно обжаловать. 22 июля 2015 года Нуринским районным судом Караганинской области оглашен приговор в отношении Танцахпаева, Бегимбаева, Байтилеева. Приговор Нуринского районного суда может быть обжалован, а протестован в порядке, установленном законодательством. Кроме того, 11 августа 2015 года адвокатам в защиту осужденных подана апелляционная жалоба на приговор Нуринского районного суда. Замешанные в этом непонятном деле свидетели и родственники осужденных не намерены сдаваться. Кто прав, кто виноват, должна решить Фемида. Аймамрина Исламбекоспан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Подготовка к Дню Конституции должна быть безупречной. Необходимо продумать все мелочи и детали. В частности, все праздники, сопряженные с этой датой, День Шахтера и День Знаний, должны перекликаться с ней. Такое заявление сегодня сделал Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Не допустить при этом каких-то неожиданных случайностей. Празднование одной из важнейших дат нашей страны, 20-летие Конституции, пройдет с особым размахом. К событию организовано около 300 праздничных мероприятий. Это концерты, сельскохозяйственные ярмарки, благотворительные акции, фестиваль. Мы карагандинцы и открытие новых объектов малого и среднего бизнеса. 30 августа в областном центре на набережной Центральной парка культуры и отдыха состоится центральное мероприятие, праздничный концерт, посвященный Дню Конституции. В городах и районах также состоятся торжественные собрания, общественности, фестивали, праздничные мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Республики Казахстан. В рамках вышеназванных мероприятий пройдут церемонии награждения почетных граждан региона. Аким области Нурмухамбет Абдюбеков дал поручение закончить все подготовительные мероприятия до 25 августа. Акимам городов и районов организовать в трудовых коллективах мероприятия, посвященные празднованию 20-летия Конституции с чествованием и поощрением граждан, внесших вклад в развитие государства. В честь празднования во всех супермаркетах пройдут акции снижения цен. К тому же материальную и иную помощь получат более 14 тысяч человек. Это многодетные семьи, дети-сироты и другие малообеспеченные слои населения. Аймамрина Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Карагандинский шахтер в 23-м туре чемпионата сыграл в ничью с Кокшетаусским окшетпесом. При этом футболисты обеих команд выкладывались в полную силу. Предупреждение получили как гости, так и хозяева поля. За жаркой игрой следил наш корреспондент Аймамрина. Матч был яркий и насыщенный. Зрители были в предвкушении победы. С первых минут хозяева поля взяли инициативу в свои руки. Уже на шестой минуте шахтер активизировался и пытался забить свой первый гол. Однако не получилось. Первый опасный момент у ворот шахтера гости сумели создать на 21-й минуте. Футболист окшетпеса сделал пас своему коллеге Руслану Сахалбаеву, но тот упустил мяч. Последние 10 минут игры казалось, что на поле идет схватка между Сахалбаевым и Мокиным. Последнего, кстати, постоянно поддерживали аплодисментами фанаты. Главный тренер кукшетауской команды Владимир Муханов признался в том, что такой игры от шахтера они не ожидали. Шахтер играл строго до конца. Он не оголял тылы, не освобождал свободную зону, их не было. И приходилось преодолевать все время соперника. Игорь Захаряк, главный тренер команды «Горняков», в свою очередь признал, что окшетпес – довольно сильная команда. Призвал болельщиков учитывать это. Последняя игра официально состоялась 26 числа, если не ошибаюсь. То есть большой период. Тут есть свои проблемы в этом. Проблемы сбалансированности, проблемы вхождения в мировой уровень. Игра была с обеих сторон, а может равная. Следующая игра шахтера состоится 23 августа с командой «Табул» в городе Кустанай. Но в этот раз карагандинские футболисты не намерены сдаваться. Аймам Ленажа Суламокулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Свыше 25% населения Казахстана регулярно занимаются физической культурой и спортом в различных спортивных секциях. Караганда в прошедшее воскресенье отметила День спорта. В этот день в Центральный парк культуры и отдыха пришли не только спортсмены, но и горожане со своими семьями. Всенародный праздник стартовал еще в советские времена, когда во второе воскресенье августа отмечался День физкультурника. Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия советской власти в 1920-1930 годах, когда был введен лозунг «Взятый у ювенала» – «В здоровом теле – здоровый дух». Гордостью страны являются казахстанские спортсмены, которые выигрывают медали в международных соревнованиях на азиатских и олимпийских играх. Среди них немало карагандинцев. В Казахстане проводятся престижные международные спортивные состязания, что говорит о мировом признании высокого уровня развития спортивной культуры в стране. Так, например, в 2017 году в Алматы планируется проведение зимней универсиады. К универсиаде 2017 уже разработали несколько видов спортивной формы. Все это свидетельствует о том, что развитию спорта способствует политика, направленная на расширение массового спортивного движения, поощрение спортивных достижений. В регионе воспитана целая плеяда прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся высоких результатов и весомых побед. Сегодня в Октябрьском районе нашего города строится физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает в себя зал бокса, зал тяжелой атлетики, зал игровых видов спорта и бассейн. В текущем году будут установлены семь спортивных площадок и три площадки с уличными тренажерами. В этот день наградили работников сферы физической культуры и спорта, внесших значительный вклад в их развитие. Среди награжденных и руководителей Федерации Карганейской области по казах Курисы. Национальные виды спорта имеют в регионе огромный потенциал. Их развитию уделяется особое внимание. В мировом рейтинге по национальным видам спорта Казахстан занимает лидирующие позиции. Каждый год у нас не то что сотни, а тысячи ребят новеньких приходят. И молодые, и взрослые все. Очень популярный вид стал в последние годы. Набирают большие обороты. Посетители парка стали свидетелями зрелищных спортивных выступлений. И смогли сами попробовать сделать первые шаги в физкультуре. Праздник спорта – это праздник движения красоты и возможностей человеческого тела. Традиционный забег привлек многих желающих. А первый закончила дистанцию Елена Гофман. Пришли сегодня посмотреть праздник и заодно поучаствовали в пробеге. Классно, интересно, здорово. Дети тоже хотели бежать, но таких маленьких не пускают еще. Сегодня в республике создано 125 профессиональных спортивных клубов, где занимается физической культурой и спортом около 35 тысяч человек. Из них на селе порядка двух тысяч. В коллективах физической культуры и спорта действует 92,5 тысячи спортивных секций, занятиями в которых охвачено более трех миллионов человек. Из них на селе около полутора миллионов человек. А участвуют в физкультурно-спортивном движении страны свыше четырех миллионов человек. Возраст у них самый разный. Я все придерживаюсь. Легкой атлетикой занимался. А сейчас бегом занимаюсь. Вот для себя так чисто. И из-за этого болеть меньше стало. Стимулирует хорошо. Чувствуешь себя гораздо бодрее после этого. Министерство культуры и спорта в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов» разработало целый пакет документов. Причем главным приоритетом в них обозначено развитие массового спорта в стране. Сергей Высокосов, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Трехлетний юбилей в шахтерской столице отпраздновала компания «Джитайм». В отличие от традиционных именинников, компания отличилась тем, что подарки не принимала, а раздавала. В зале театра имени Сакена Сейфулина состоялось вручение денежных и ценных призов. На церемонии вручения побывал и наш корреспондент. В зале театра имени Сакена Сейфулина яблоку негде упасть. Поздравить «Джитайм» с трехлетним юбилеем пришли сотрудники компании, ее лидеры и новые партнеры. Среди счастливых лиц особенно светятся глаза одной из награжденных – Бахетта Сыбаевой. Ведь сегодня она получила сертификат на 2 миллиона тенге и путевку в Грецию. Почему я прошла в эту компанию? Потому что здесь нет продаж. Здесь не только работать с людьми, здесь работаешь с человеком, который даешь им возможность, открываешь в сравнении с другими компаниями. Поэтому люди здесь приходят и зарабатывают деньги. Всего за три года компания «Джитайм» добилась немалых успехов. Они работают официально. По словам администрации, организация принесла около 200 миллионов дохода государству. Айнаш Бетилова пришла в «Джитайм» совершенно случайно. Ей отправили ссылку с видеороликом, на котором рассказывалась о истории успеха ее сотрудников. И вот она уже лидер компании. В ее команде 14 миллионеров. Я работаю уже почти полгода, больше полгода. Я за эти полгода заработала полтора миллиона шесть раз. И пятьсот тысяч один раз. Компания «Джитайм» сегодня работает в трех направлениях. Это промышленная, продажи и сфера обслуживания. По словам ее сотрудников, они стали первыми, кто начал использовать шунгит. С помощью этого минерала они производят крем и много других косметических средств. За какие-то полгода «Джитайм» вырастила около 20 миллионеров. И сегодня самых отличившихся сотрудников наградили сертификатами в полтора миллиона и пятьсот тысяч деньги. Мы хотим получить торжественный сертификат из Майловой Сауле. Да, это сертификат на полтора миллиона. Спасибо. Компания «Джитайм» дает своим сотрудникам не только материальную стабильность, но и возможность выиграть автомобили и путевки. Около двухсот человек уже стали обладателями новеньких «Форд Фокус». По словам администрации компании, в их планах создать пенсионную систему и жилищный фонд для своих работников. Аймамрина, Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волонсдар. Аман Сау Волонсдар